Начинаю серию внутренних авторитетов с одного из самого сложного авторитета, это эмоционального. Естественно, для всех эмоционалов построю ролик своим таким образом. Многие эмоционалы в ложном эго-торопыге сильно спешат, поэтому вначале мы коснемся самого точного и структурного разбора, какие волны бывают в эмоциональном авторитете, а дальше уже немножечко практической философии про то, почему важно опираться на внутренний центр, в данном случае эмоциональный центр, как его можно развить. И в конце я сделаю блок практических упражнений, дам немножечко теории о том, что нужно делать для того, чтобы можно правильно проживать свои эмоции и можно было бы с ними подружиться и использовать их во благо, как тот инструмент, который помогает вам двигаться к вашему успеху и благополучию. Поехали! Прежде чем мы начнем разбирать эмоциональный центр, давайте посмотрим на бодиграф. Вот здесь, если у вас закрашен треугольничек, значит ваш эмоциональный центр определен. Мало того, он настолько важен, что при любой раскладке личной карты, если у вас определен эмоциональный центр, значит он является вашим внутренним авторитетом. Даже при всей силе сакрального центра, при закрашенном сакрале, если вы генератор или манифестирующий генератор, если у вас определенный эмоциональный центр, он важнее и он будет являться вашим внутренним авторитетом, вашим маяком к успеху, благополучию и вашему личному выживанию. Вот настолько он влиятельный и настолько он оказывает влияние на каждого человека, на его личную судьбу, мало того и на все человечество. Об этом я поговорю позже, а сейчас мы вернемся к конкретике. Как работает эмоциональный центр? Это мотор. Это мотор, который ежесекундно, 24 на 7, не останавливаясь, вырабатывает эмоции. Эмоции, которые превращаются в некую волну. Люди с закрашенным эмоциональным центром всегда излучают волну эмоций. И у этой волны есть график. Почему? Потому что мы знаем, что эмоции, это называется верх волны, бывают положительные, это радость, успех, восторг, экстаз, самый такой пик. А также эмоции могут спускаться вниз волны, то есть это некая тревога, досада, раздражение, гнев, ярость. Например, как работает принцип эхолокации? Как летучие мыши или дельфины видят окружающий мир? То есть условно они посылают некую там звуковую волну, и уже зная, какие отражения от препятствий, какие, можно сказать, эхо от препятствий они получают, они достраивают картинку. И эта картинка очень точная. При экспериментах, например, мыши летучих полностью как бы закрывали им глаза, лишали их зрения, и они не врезались ни в одно препятствие. Почему? Потому что вот этот вот принцип, да, эхолокации помогал им мир строить намного точнее, чем помогает зрение, например, животным в темноте это делать. И у вас есть этот чудесный инструмент, вопрос развить эмоциональную осознанность. Ваша волна, это процесс, и ей нужно время для того, чтобы как бы прощупать этот мир, для того, чтобы прокатиться с плюса на минус и дать вам в итоге эмоциональную ясность, дать вам вот эту вот картинку, которую вы уже объективно можете присвоить себе. Поэтому, пожалуйста, запомните, эта аксиома, она может вас как бы возмутить, вы можете долго к этому идти, но человек с эмоциональным авторитетом равно тормоз. Тормоз для современного общества, которое требует мгновенных реакций. которые требуют, чтобы мы максимально быстро давали ответы на волнующие наши вопросы. Так вот, нет, для вас это некорректно. Минимум сутки, минимум трое, а каким-то эмоционалам нужен и месяц, и две недели для принятия важных решений. Понятно, что если вы принимаете решение купить вам молоко или кефир сегодня, скажем, вечером домой, это как бы здесь вы можете, скажем, цена ошибки не такая великая, да, то есть, ну и то можно на бытовых вещах, как бы, да, экспериментировать с этими вопросами. Но вопрос жилья, вопрос смены работы, вопрос отношений, это всё должно иметь возможность эмоциональной волне поиграть во времени, пройти вот этот вот период эхолокации для того, чтобы вам дать ваш личный правильный ответ. И вот вопрос к эмоционалам и главная их задача развить в себе эмоциональную осознанность, чтобы они осознали личный график своей волны и умели адекватно этим пользоваться. Самая главная проблема эмоционала в том, что эмоции, которые вырабатывает их тело, эмоции, которые вырабатываются у них внутри их эмоциональным центром, их ум привязывает к окружающей действительности. Об этом я буду делать отдельный блок, но для начала давайте посмотрим, какими каналами ваш эмоциональный центр определился. Если вы не рассчитали ещё свой личный бодиграф, вы можете в описании добавиться ко мне в телеграм-канал, и у меня в закреплённых сообщениях будет очень удобный калькулятор, бесплатный, где вы сможете рассчитать свою личную карту, можете зарегистрироваться, вам ещё там тогда бонусом будет очень много бесплатной интересной информации по вашей личной карте. Ну и опять же, наверное, я рекомендую всё-таки зарегистрироваться у меня в телеграм-канале, потому что я там дублирую видео, а учитывая сложную сейчас военную ситуацию и слухи о том, что, возможно, на просторах СНГ может быть блокировка YouTube-канала, там вы сможете получать актуальные видео про... В данном случае, вот сейчас, в этот период, я буду публиковать про центры внутренние, ну и также другие видео касательно дизайна человека. И у вас там есть возможность комментариев, и вы можете задавать мне вопросы. Поехали! Посмотрели на свой эмоциональный центр и посмотрели на каналы. Сейчас мы разберём график волны каждого канала. Итак, 59.6, да, вы видите этот канал, он называется «Волна источника». По сути своей, люди, которые обладают этой волной, у них есть, скажем, все три вида энергии, которые проходят через эмоциональный центр. Но они как бы сплетаются воедино, и эти люди имеют такой очень плавный график волны. У них нету сильных провалов, если у них один, да, образующий канал. Это действительно волна ощущается как очень стабильная. И на самом деле здесь ещё имеет значение, есть ли в вашем эмоциональном центре, кроме каналов, да, ещё и ворота. Ворота придают вкус. Сейчас я не буду останавливаться на воротах. Если есть такой запрос, пишите в комментариях, пока мы разберём только чистые каналы из эмоционального центра, и как они могут ощущаться человеком, что они дают. Так вот, волна источника, да, 59,6, она даёт ощущение стабильности. И также эта волна очень тактильная, это волна прикосновений, это волна, которая хочет прикосновений. Таким людям они очень важны. Они часто могут нарушать, да, личные тактильные границы, и важно подержаться за руку, заглянуть в глаза, почувствовать какие-то прикосновения. То есть таким образом они получают вот эту чувственную информацию, которая даёт им, собственно, полную картинку этого мира. Вообще эта волна реагирует на взаимодействие, да, и цель её, да, особенность её значения – это поддержка сообщества. Очень интересна особенность этой волны, что если она как бы откликается на их взаимодействие с людьми, для таких людей даже не важно, что делать, важно с кем это делать, да, то есть они очень выбирают, как бы, да, на кого реагировать, и как реагировать. И люди, у которых есть такая волна, присмотритесь, пожалуйста, какие люди вызывают у вас вашу эмоциональную волну, и какую волну. Для таких людей важно понимание, что эта волна, она как бы, да, с одной стороны она очень стабильна, и поэтому именно, да, её нельзя игнорировать. Если у вас возник какой-то острый конфликт, да, или наоборот какой-то, знаете, холод, да, в отношениях у вас появился при взаимодействии с каким-то бизнес-партнёром, или просто человеком, или при взаимодействии с вашим коллегой, или близким родственником, и на какой-то момент вы прекратили общение, отдалились, или вас развели события, неважно, сколько пройдёт времени, два дня, четыре дня или десять лет, вы вернётесь к этому человеку, и эта волна продолжится именно с того места, с которого она началась. Поэтому именно для вас важно как бы не отмахиваться, не обесценивать, да, то взаимодействие, которое эмоциональное возникло между людьми, а проживать его, проходить его. Я надеюсь, что понятно, о чём я говорю, да, то есть таким образом, например, если у вас возникло некое напряжение с человеком, вам нельзя просто проигнорировать это, промолчать это, отмахнуться от этого, и даже если вы встретитесь через полгода, корректно, да, прожить этот момент, да, проявить ясность в этом моменте, достигнуть ясность в этом моменте, и таким образом вы сможете уже двигаться дальше, вы сможете получать развитие, как бы, и ваших отношений, как бы, и вас совместных дел. Опять же, вы очень тонко должны понимать, что когда вы взаимодействуете с людьми, вы вдруг будете понимать, да, что на каких-то людей вы реагируете быстрее, то есть с какими-то людьми, да, ваша волна начинает взаимодействовать быстрее. Но именно и с ними у вас будет возникать огромное количество, скажем, и острых моментов, и острых переживаний, потому что эмоционалы, вы помните, такой бы стабильной волна ни была, но это есть верх волны, когда у вас есть положительные эмоции, и низ волны. Пускай они не так ярко выражаются, там, как в коллективной, там, да, там, типа, или индивидуальной волне, но тем не менее, и у вас бывают эти спады, которые нужно предугадывать, и вы должны четко понимать, да, что идеальные чувствительные картинки, да, или как эмоционалы пытаются, да, там, жить все время, как я говорю, в стране единорогов, когда мир кажется розовыми радугами, такого не бывает. Каждый эмоционал проживает верх волны и низ волны, и невозможно отрезать правую руку или левую руку. Каждая из этих вибраций вам нужна. Волна племенная. Да, но здесь уже, в принципе, из названия, как бы, да, энергии мы понимаем, что для этих людей важно племя. Они, в принципе, вокруг себя людей делят на своих и чужих. Для них очень важно и в работе, и в быту понимать, кто их племя, да. Они всегда чуть-чуть, как бы, много личного, да, как бы накладывают на любое взаимодействие, потому что если они входят в взаимодействие, то есть они четко принимают вас в некую свою структуру, в некую свою племенную семью. И поэтому какие-то вещи для них могут быть крайне болезненны, потому что это не просто коллега, да, то есть это не просто чужой человек, это уже член его племени. С одной стороны, да, то есть это накладывает определенные вещи, да, то есть что это уже близкий человек, на которого он может повесить определенные ожидания. А с другой стороны, у нас есть такое понимание, что когда это свой человек, то он должен и больше понимать, больше принимать какие-то там свои, скажем, может быть, не самые корректные проявления. И волна эта проявляется в чувствительности к потребностям других, да, она может нагнетаться, нагнетаться, и потом может происходить некий взрыв. Да, вот вы видите по графику вниз, когда вот она так резко идет, то есть если до этого как бы маленькие вот эти нижние амплитуды, это просто, скажем, такое ворчание, побуркивание, то низ это всегда некий взрыв, некий взрыв, который может приводить в движение большие массы вокруг людей, как бы и придавать им такой импульс, который может достаточно ярко проявляться. Очень важно им научиться предугадывать эти взрывы. Мало того, у каждого этого взрыва есть, как правило, свои темы. Здесь при более детальном анализе, либо с аналитиком, либо сами, вы посмотрите, какие темы вас больше всего задевают, и вы уже можете предчувствовать и знать, что есть темы, которые вас практически выносят и взрывают. Об этом нужно научиться доносить. Почему? Потому что как только эмоционал доносит эту некую информацию, найти вот эту вот правильную формулировку своих чувств, это очень сильно разряжает атмосферу, и это очень сильно дает, скажем, импульс к правильному взаимодействию. То есть в дизайнерской среде как бы принято говорить, у меня сейчас низ волны, поэтому, пожалуйста, осторожно, я могу где-то неадекватно среагировать, вы уж посторонитесь. Потому что эмоционалу кажется, что он молчит, ничего не говорит, и смотрит он теми же глазами, а они какие-то все странные, и там особенно как-то остро реагируют на мои замечания и взгляды. Это не так. Дело в том, что когда у вас низ волны, когда вы готовитесь к взрыву, это вам может быть непонятно. В воздухе витает накал этих чувств негативных, и все уже практически готовы. Вот эта вот истерия, она висит, и мотивирует других тоже на какие-то, возможно, иногда агрессивные действия. Вообще, если вы начнете развивать свою эмоциональную осознанность, вы поймете, что в такие моменты вам самим хочется быть асоциальными. То есть верх волны, это когда вы полны энергии творить, вам хочется что-то делать, вы готовы взять на себя дополнительные обязательства, и вот когда вы срываетесь в свой низ волны, вот перед этим вы как бы автоматически, на самом деле хотите удалиться. Вам очень не хочется улыбаться, вам не хочется встречаться, вам хочется, чтобы вас никто не трогал. То есть это как такое, знаете, система безопасности, которая срабатывает, извинит у вас в голове, но на которую мы не привыкли реагировать. На самом деле, даже если в вашей жизни, ритм жизни таков, что вы не можете позволить себе, например, в этот день не выйти на работу, вот вы можете огромное количество вещей сделать для того, чтобы сгладить этот взрыв. Вы уже понимаете, что скоро вы взорветесь, и вы уже, а, во-первых, вы можете готовить окружающих, и тогда ваш взрыв будет воспринять совершенно по-другому и будет иметь совершенно другие последствия, вы можете, скажем, хотя бы переносить сверхважные дела с этих дней. Почему? Потому что ходить на собеседование, разговаривать с руководством, или разговаривать с подчиненными о каких-то вопросах, перспективы, то есть или проверять отчеты, наверное, это как бы не лучшая идея, потому что может это закончиться достаточно трагически и плачевно. Но самое главное, развивая осознанность, вы понимаете, что любой эмоционал, когда у него возникает низ волны, это ни в коем случае не связано ни с людьми, ни с обстоятельствами. Даже если мы вас посадим на необитаемый остров, обязательно у вас случится ваш низ волны, и это корректно. И это тоже для вас необходимое переживание, потому что, как я говорю, знаете, через низ волны, через вот этот момент как бы перезарядки, перезагрузки, в этот момент, в момент меланхолии, вы связываете очень важные узлы в своей душе. Вы как будто ныряете в глубину самости, вы как будто складываете и лепите какое-то свое новое понимание. И если вы пытаетесь вот этот низ волны избежать, если вы пытаетесь его как бы растворить, то есть каким-то искусственным способом развеять, себя развеселить, какими-то определенными вещами вытащить себя из него и не проходите правильно и корректно свой низ волны, то тогда, получается, вы застреваете в каком-то своем одном периоде не можете двигаться дальше. Я каждому эмоционалу говорю, что, ребята, ваш низ волны – это значит для вас знак. Пришло время нырнуть за подарком для себя, пришло время для того, чтобы выйти на новый виток своего внутреннего развития. То есть если вы его спокойно начинаете проживать, не давить, во-первых, он тогда неостро начинает ощущаться. Почему? Потому что огромное количество с эмоционалами, когда мы общались, работали, мы говорили, что чем больше эмоционал зажимает свои чувства, тем разрушительнее они становятся, чем больше свободы он им дает. Да, поначалу бывают моменты, когда поток вот этих вот скрытых чувств срывает дамбы и плотины и может снести города, но это буквально, буквально, да, пару раз. А дальше вот эта полноводная река чувства, она, наконец-таки, он учится с ней взаимодействовать и учится, скажем, добывать электрическую энергию. Об этом мы тоже поговорим в конце ролика. Надеюсь, вам понятно, о чем я говорю. Итак, ключ этой волны – это предугадать взрыв. Волна индивидуальная. На самом деле волна, которая максимально может приносить неудобства, как, собственно, носителю этой волны, так и окружающим, потому что она связана со страстью. А вы понимаете, что страсть – это просто огромная сила, да? Со страстью можно строить города, и со страстью можно же их разрушать. Со страстью можно перевернуть мир, и точно так же можно этот мир погрузить в полную и вечную темноту. Вы видите график этой волны, и вы видите, насколько остры и насколько быстры пики. Огромное количество людей с носителями индивидуальной волны, они, в общем-то, благодарные клиенты психологов, и годами пытаются обуздать свои эмоции, не понимая, что с ними происходит, не понимая, что это их яркая природа. Они Феррари. Это Феррари, который может за несколько секунд развить скорость в 300 километров. То есть вот жил-был индивидуал, вполне ровно себе жил-жил, и на ровном месте вдруг произошел как экстатический экстаз, со слезами на глазах и пониманием, что он готов в этот момент, например, жениться и женится, например, в этот момент, или делает предложение. Так и наоборот. То есть он может разрушить в этот момент, когда у него такой же очень резкий спад, семью, и потом кусать локти, жалеть и думать, что это было за затмение. Опять же, у эмоционалов могут проявляться, это очень вырываться внешне, это очень некрасиво, и они могут устраивать страшные истерики, оскорблять в этот момент окружающих людей, то есть, да, или вести себя как-то очень асоциально. Хотя я повторяю, буду повторять, что самые крутые истерики, это люди с открытыми эмоциональным центром, которые просто отражают, отражают эмоции эмоционалов. И вот получается, что вот из всех эмоционалов, наверное, имеют самое яркое проявление, это вот люди с индивидуальной волной. Опять же, нужно понять, что это волна акустическая, она очень связана со звуком. Для такой волны очень важно, каким голосом с ним люди разговаривают, каким он разговаривает голосом. В принципе, эти люди очень интересно реагируют на звук голоса оппонента, на то, что им говорят, на то, какие слова для них подбирают. И на самом деле, они могут очень неадекватно реагировать. Человек просто доносил некую информацию, но не в той форме, которая была им нужна. Поэтому вот здесь для людей, носителей этой волны, очень важно понимать этот график, да, и максимально понимать, когда им нужно удалиться от общества. Если еще, скажем, племенному человеку, да, то есть этот взрыв, он какой-то такой, знаете, менее острый, то в индивидуальном проявлении, конечно, это может быть прям архи, архи тяжело по последствиям. Волна коллективная. Волна коллективная тоже подвержена очень резким спадом, да, и достаточно бодрым подъемом вверх. Поэтому коллективный человек, он вообще, в принципе, да, создан для того, чтобы делиться. И я вам хочу сказать, наверное, и индивидуальная волна, и коллективная тоже очень сильно влияет на окружающих, потому что, когда у коллективного человека верх волны, он этим со всеми делится. Он всех вдохновляет, он готов, так сказать, делиться этими всеми чувствами. Но точно так же, когда он летит вниз, он точно так же за собой тянет все окружение. Вот, и с его талантом делиться, он это делает просто виртуозно. Эта волна связана с желанием, она более визуальная, она связана с проживанием опыта, да, и ключ к этой волне – это входить в опыт без каких-либо ожиданий. Вот этим людям очень важно, да, научиться, с одной стороны, не подавлять свое воображение, вот эти красивые картинки, которые рисуют их воображение, а с другой стороны, чтобы эти картинки никоим образом не влияли потом на их эмоциональные переживания, потому что, нарисовав каких-то картинок, а потом не увидев, или увидев, что в этой картинке в реальности не совпадает, например, там, цвет дивана, да, то есть они могут, скажем, заэмоционировать. Вот здесь им нужно четко разделять, что ожидания ни в коем случае не должны влиять на их эмоциональную жизнь. То есть ожидания мы все отставляем, фантазируем как бы в параллельной реальности, ни в коем случае не натягивая эту реальность в момент, когда происходит что-то, чтобы не выбить себя из нормального рабочего состояния. И эта волна двигается от пиков надежд к краху всех ожиданий, что 50% людей с определенными центрами, а 50% людей с центрами открытыми. И вы помните, что любой открытый центр это что? Это лупа, которая увеличивает. И вот когда вы приходите с низом волны к открытым эмоциональным людям, если они неосознанно и живут некорректно, то получается вы вроде себя как бы сдерживаете, то есть вы вроде как ничего плохого не говорите, а вокруг происходит армагеддон. Вокруг люди начинают истерить, начинают агрессировать по отношению к вам и так далее и тому подобное. Вы уделяетесь, пожимаете плечами и говорите, весь мир сошел с ума. Но причиной вот этого сумасшествия очень часто является эмоционал, который пришел вот в этом состоянии, в общество. Итак, давайте подведем итог. Вообще, в принципе, любая эмоциональная волна, это волна от надежды к краху этих надежд, к боли, разочарования. И, собственно, любой эмоциональный человек катается на этих качелях. И, к сожалению, в детстве нас, ну, собственно, система дизайна, никто не обучал, и родители эмоциональных детей все время пытались привести в некое соответствие. Не кричи, не прыгай, не истери. И то время, когда ребенок должен был учиться проживать эти эмоции, понимать себя, понимая, как с этими эмоциями уживаться, оно, естественно, упущено. И огромное количество эмоционалов выросли, вы знаете, такими броненосцами, да, то есть, когда внутри у них вот это вот бурлит эмоциональные вулканы, а сверху они одели некую броню-кольчугу и пытаются это все не выпускать в мир. Заканчивается это всегда очень трагически. Почему? Потому что в какой-то момент все равно эти эмоции и чувства выливаются, они начинают давить настолько, что человек начинает из них принимать решения, решения, как правило, ошибочные и ведут его от успеха и благополучия, ведут его, в общем-то, к не своей жизни, когда человек чувствует, что он не на своем месте, он не на своей работе, он не со своей семьей, он не со своими близкими людьми. И вот это вот ощущение выброшенности из жизни еще больше усугубляет вот эту трагичность эмоционала. Поэтому, на мой взгляд, единственное решение здесь это признать свою природу, да, вспоминать всегда дельфинов и летучих мышей, понимать, что у вас есть своя собственная волна, изучить, сколько времени лично вашей волне нужно для того, чтобы получить вот эту эмоциональную ясность, для того, чтобы собрать все вот эти чувственные отголоски и эхо, связать их в некую свою внутреннюю картинку и принять правильное решение. Эмоционал не может давать решение мгновенно. Опять же, со своими близкими, посмотрите их карты, посмотрите, кто из них эмоционал. То есть, да, то есть, вот у меня, например, получается, мы с мужем полностью эмоционально открыты, у нас трое детей, все трое эмоциональные, как родители, мы все время до системы дизайна требовали от них быстрых ответов. Ты будешь или нет, ты пойдешь или нет, давай быстрее, давай то, давай это. Сейчас, подходя к своему среднему сыну, ну, старший уже как бы с нами не живет, да, я говорю, вот такая-то информация, я даю тебе временно подумать, как будешь готов, сообщи, пожалуйста, мне о своем решении, или я могу тебе напомнить. И напоминаю я ему, там, скажем, через обычно там двое-трое суток, потому что я реально понимаю, что это именно то время, которое ему необходимо. И учу его не принимать быстрых решений. Последите за собой, решите, пожалуйста, насколько быстро вы принимаете решение, насколько вы хотите торопиться, поэкспериментируйте. Чем мне нравится система дизайна человека, это тем, что, собственно, ее основатель Рау Руху всегда говорил, не верьте на слово, всегда проверяйте, всегда проверяйте. А теперь мы переходим к практической части. Продолжение следует... Продолжение следует...